Всем привет! Я Настя, мама Адама. Мы проходим дистанционное лечение в центре БФДВИД с января 2020 года. За этот период у Адама произошло много изменений при помощи дистанционных сеансов. Но я хотела бы рассказать именно о прослушивании сказок. У Адама всегда были проблемы со сном. У него были ночные истерики. С истериками нам помогли дистанционные сеансы. Сейчас у нас нет истерик. Но оставалась проблема с засыпанием. Он засыпал по 2-3 часа. Мы могли лечь в 10 часов в кровати. Он крутился до часу, до 12. Бывало и позже. Он крутился, вертелся, прыгал по кровати, просто не хотел спать. У него было полно энергии. Это длилось, пока он уже не устанет и не уснет. И вот, когда вышла сказка про носорога, как носорог получил свою кожу, если не ошибаюсь, она так называется. Адам уже спал в тот день. Я увидела, что вышла новая сказка и решила сама ее прослушать. Ну, Адам находился рядом со мной. В комнате он спал. Я ее прослушала. Вообще, до этого у Адама был дневной ствол. Он еще спал днем. И на следующий день, как-то это произошло, непонятно каким образом, он не уснул днем. Мы ездили на машине по делам. Часа 2-3 точно мы были в дороге. Обычно он в машине всегда засыпал, как только мы выезжали. Там 10-15 минут после обеда, если это было в обед, он сразу засыпал. Тут мы поездили, все, он не уснул. И он даже не зевал, он даже не хотел спать. После этого вечером мы приехали домой, он в 9 часов просто лег и уснул спокойно. Ну, мы и сказку включали тоже в этот вечер. Позже мы ее стали включать, и когда он купается, и перед сном, и так в течение дня. Ну, и остальные другие сказки тоже. Ну, вот именно от этой мы от первой увидели результат. И вот уже прошел месяц, как Адам хорошо засыпает, как мы прослушаем эту сказку. И на заспание у нас уходит минут 15-20, ну, бывает максимум полчаса. И еще мы заметили, что как он стал лучше засыпать, он крепче спит. Он не просыпается ночью. Раньше он просыпался, просил попить, именно сок постоянно он просил ночью несколько раз. Сейчас он вообще не просыпается пить, он просто спит всю ночь полностью до утра. И он перестал писаться ночью. Мы стали прослушивать сказку о мальчике, который не умел говорить. Раньше Адам, когда смотрел мультики, например, на планшете через YouTube, и включалась реклама, он сразу кричал, чтобы мы переключили, он не мог вытерпеть, ему надо было сразу, все срочно. А сейчас он даже, когда смотрит мультики, бывает, мы включаем, и он сам находит сказку на планшете и включает. И из всех сказок он выбирает именно сказку о мальчике, который не умел говорить. И он ее прям смотрит от начала до конца. И когда он купается в ванной, мы ее тоже включаем, чтобы он ее слушал. И он не просто как-то ее смотрит, вот как первое время он смотрел сказки, он особо не обращал внимания, просто они шли и шли, и звук как бы, ну, он слышал. А сейчас он именно смотрит в экран, вот как-то посматривает постоянно, и обращает внимание, и что-то там рассматривает. И я дальше прикреплю видео, как он смотрит у нас сказки. Кирюша, радостно, смеялся и говорит, а-а-а, или дидидик, или еще что-нибудь такое. Мама смотрела на Кирюшу, и глаза у нее наполнялись слезами. Папа спрашивал у Кирюши, Кирюша, что подарить тебе на день рождения? Кирюша брал папу за руку, и только он принялся за охоту, копье сломалось пополам. Слишком уж сильно он ткнул его в дно реки. Что было делать? Идти домой далеко? Педярд Киплинг. Много-много лет назад. Сказка называется «Кошка, гулявшая сама по себе». Слушай, мой милый ребенок, слушай, внимай, разумей. Здравствуй, Дима. Сейчас я расскажу тебе сказку. Это будет сказка про одного мальчика, которого тоже зовут Дима. Этого мальчика заколдовала злая фея, но его маме с помощью Всевышнего удалось расколдовать его. Так вот, жил-был мальчик, и звали его Димой. И жил этот мальчик себе с мамой, и еще у него была бабушка, и еще у него был дедушка, наверное, у него были еще какие-то родственники. Жил себе мальчик, поживал, и все у него было хорошо. Но вот однажды сидел мальчик дома, строил башню из Лего. И вдруг на улице потемнело, подул сильный ветер. Мальчик подумал, что сейчас пойдет дождь. Он подбежал к окну, посмотрел, видит.